Уже почти 10 лет магазину Bassline. Примерно столько же данному проекту, который стоит за моей спиной. Этот автомобиль начал громкий автозвук в Санкт-Петербурге в полном масштабе на весь город. На самом деле это так. Этот автомобиль открыл магазин автозвука, который вы знаете, и канал, который вы смотрите. Все это благодаря всего лишь одному автомобилю, который стоит за моей спиной. К сожалению, не владелец автомобиля и не владелец компании Bassline вам будет рассказывать про этот автомобиль. Но я думаю, в любом случае мы запишем для вас ролик, который вы ожидали. Уже более года мы пишем с нашим оператором в крутом качестве контент на YouTube. Этот автомобиль вы видели порядка 5 месяцев назад. Я на нашем канале. Пока там ГУМ занимается и СКЮ, и качественной акустикой, мы тут немножко разбавим канал. Придем, собственно, к тем истокам, с которых мы начинали. Это SPL. Сегодня, походу, настал тот день, когда мы познакомим вас с нашим автомобилем. Короче, ехали мы и ехали. И в целом приехали. Походу, посмотрим, что там у нас произошло. Да здесь просто никогда не было ничего такого. Там были комментарии, расскажите про автомобиль. И мы подумали, что, наверное, да, у нас уже в два раза вырос канал. Уже почти 14 тысяч подписчиков. Новые люди, кто пришли к нам на канал, про этот автомобиль ничего не знают. А старички, последнее видео, которое видели с этим автомобилем, он еще был в красном цвете, в ужасном состоянии по кузову и со стеной из бруса. Давайте я обо всем об этом сегодня и расскажу. История и нынешнее состояние автомобиля Ford Focus магазина Basline. Что, у вас басуха есть? Да, и басуха пиздец. Кто не тронет, я смотрю на тебя и просто... Когда мне больно, мыло и плохо, ты не спасал меня, герой. Твою жизнь упал, ты не полезешь в боль. Когда мне больно, мыло и плохо, ты не спасал меня, герой. Твоё оружие ступал, ты не полезешь в бой Когда мне больно было и плохо, ты не спасал меня, герой Твоё оружие ступал, ты не полезешь в бой Когда мне больно было и плохо, ты не спасал меня, герой Твоё оружие ступал, ты не полезешь в бой Этот форт дает жару. Музыкальный вкус ведущего лично мне не нравится. Это комментарий к Андрею. Андрей, пожалуйста, поменяй музыкальный вкус. Людям не нравится. Наверное, мой тоже кому-то не нравится. Просто не написали. И, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, что я видел очень много хвалебных отзывов о том, что вам нравится, как ведет канал Андрей Андреевич. Андрюха. Сейчас консервную баночку вскроем, посмотрим, что там произошло. И напишите в комментариях, смотивируйте его этим заниматься, потому что форт это его детище, баслайн это его детище, а человек очень занятой. Сними Андрюху, почему мы видос не записываем все это время? Ходит, смотрит сабвуфер. Не, 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 это называется «Алло, я отгружу вам сабвуферы». Это набережная в Санкт-Петербурге, очень знаменита тем, что здесь очень много по выходным происходит вечеринок, гуляний. Форт это неотъемлемая часть культура Санкт-Петербурга автозвука, он ее и начинал, он ее и продолжает, он, не дай бог, ее и закончит. То есть, каждый выходной вы можете встретить форда, мы уже спалили две локации. Это окей, когда Андрюха никому не скажет, кто туда поедет. И вторая локация, это набережная. Адрес говорить не будем, но по кадрам все все поняли. То есть, этот форт здесь тоже часто находится. Андрюха два, вот смотри, тоже, да? Время. Главная локация была у нас в другом месте. Время, так ты снялся уже. Я тебе делаю материалы, я только что показал, смотри. Если вы его смотивируете, я думаю, он выйдет на связь и будет снимать для вас очередные ролики. Ну а пока, с вами, как всегда, Евгений. Мы едем на моечку, намываем форда и будем рассказывать вам про этот автомобиль. Все, что вам интересно и все, о чем вы у нас спрашивали долгое время. Ты ролики в инсте смотрел, как мыть машину? Вы швейцар, левая рука у вас за спиной. Я очень сильно смотрел, меня они ничего не научились. Это моя, это твоя, веная. Я не люблю себя, все очень просто. Хочешь остаться на своем земле. Запомни меня, запомни меня, запомни меня. Ты ночью, чем то сердце, как любви ходить. Все внутри, но мне нет, ты наш, о чем не горит. Все, давай, давай. Сейчас понял, будем мыть машину, потом я выгоню. Давай, это красивые кадры, типа этот, типа я так, знаешь, упаковку лиратона открываю. Типа он так, лиратон так брызгают. А там еще лиратон я взял, этот, чернитель у нас постоянно. Громкий дед. Видел? Ну, там же, типа, SPL-ная тачка нарисована, этого. А, Волга, московская. Мы на SPL-ной тачке. И мы деды уже. И вот смотри, что делает вот это. Просто вот так берешь. Оп, 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 оп. Блядь, это это... Я говорю, я вот на даче начал жить, машину мыть сам. И вот все вот эти приколюхи от лиратона реально нужны. Ну, понятное дело, то, что когда ты на обычную мойку ездишь, тебе особо это не надо. Ну, блядь, ты посмотри, просто тряпкой провел его. Раз и все. А, тут громкий дед теперь не написано. Раньше было. Правило жизни такое написано, что когда ты выезжаешь с мойки, обязательно должна пройти поливалка и полить асфальт, чтобы у тебя сейчас вся машина была грязная. Обзор на автомобиль, наверное, принято. Начинать с подкапотного пространства. Ну, капот мы-то видели, да, наверное. Я первый раз помыл капот просто. Капот самое главное. Посмотрите, какая частота. В общем, этот капот увидел частоту в этом году первый раз за 5-8 лет. Вот, довели. Последний штрих был в автомобиле. Нам интересен автозвук в этом автомобиле. Поэтому техническая часть, ну, что, 2 литра, 150 сил. Ну, шитый, да, тут нулевик стоит. Ну, нулевик здесь стоит именно из-за автозвука, а не из-за мощности автомобиля. По генератору. Генератор здесь установлен DC Power XP70. Это еще старичок, который был сюда установлен в 2000, если я не ошибаюсь, в 19-м или 18-м году. До этого времени, вот сейчас у нас 24-й год, никаких проблем, никакого обслуживания он не требует. То есть, уже больше 5 лет. Притом, тогда еще он ставился, по-моему, бушный. Я могу ошибаться. Но уже точно 5 лет DC Power, американский, крутой, надежный генератор, в этом автомобиле установлен. Единственное желание, наверное, обновить его на 370-й. Но так как вкорячить сюда 270-й было сложно, на 2-х литровом моторе, кто с фордами сталкивался, с генераторами, понимает. Мы там демонтировали компрессор кондиционера для того, чтобы более большой корпус генератора туда установить. 370-й, наверное, еще больше с трудом сюда лезет. Ну, и также желание, конечно, кондиционер в эту машину поставить, поэтому тут пока в смятении. Вот, еще, пожалуйста, вообще, вот прям мечта, понял, чтобы в форде был кондиционер. Столько проектов со стеной. И пока что кондиционер в тачке я видел только у Ростика. Вот. Ну, опять же, он этой машиной чуть ли не как вовсе дня пользуется. Дальше от генератора у нас идет всего лишь одна протяжка нуля, это Pride 0-гейдж 53 квадрата. Здесь у нас установлен предохранитель по правилам ЭМО. Все у нас хорошо, провод не более 40 сантиметров. Предохранитель на 250 ампер, который приходит у нас в дистрибьюцию под капотом, который используется для подключения штатной аудиосистемы автомобиля. То есть у нас сюда подключен и стартер, и все блоки автомобиля, которые должны быть по заводу на плюсовой клемме, здесь вместо аккумулятора установлен дистрибьютор. Дистрибьютор здесь стоит с 2021 года, по-моему, я его сюда еще ставил, если не ошибаюсь. И вот как тут есть, так оно и есть. То есть тут все без изменений, 5 лет, кто говорил, что шины, кстати, тоненькие. То есть у нас там невероятное количество титаната, 270-й генератор, и стандартный дистрибьютор, который продается у нас в магазине в свободной продаже, то есть это не под проект сделан, это просто вот с нашей полки дистрибьютор, он здесь уже 5 лет ходит, и на нем даже, по-моему, клеммы не окислились. Да, то есть тут все абсолютно в порядке. Наверное, самое красивое в инсталляции этого автомобиля – это его дверные обшивки, так скажем, козырная карта этого проекта. Здесь у нас установлено 8 пар 20-х динамиков Pride Solo Neo 8 и 4 пары рупаров Pride H2. Pride H2, кто не знает, это не то чтобы копия, а чуть ли не на заводе P-Audio, то есть просто собирают динамики для Pride, собирали раньше, когда эти динамики выпускались. То есть уже этот фронт на сегодняшний день, если что, не актуален. У Pride уже обновилась и вся линейка твиттеров, и вся линейка SC динамиков. Ну, на сегодняшний день, 24-й год, в 21-м году, когда это мы все собирали, это все было актуально, то есть Solo Neo 8 и H2, 4 пары. Ну, конечно же, не всегда дверная карта была таким образом выполнена. Изначально на этом автомобиле, то есть вообще его развитие автозвука, тут тебе надо прям где-то углубиться и найти фотографии, это был накладной подиум, и у Андреевича даже на драйве, у него, как он называется, бортовой журнал автомобиля на драйве ввелся, и, по-моему, я видел там статью, как изготовить накладной подиум. Это там одна из первых статей была на драйве по автозвуку, именно вот, ну, кто в Питере там следил за машинами. Здесь был изготовлен накладной подиум под 4 двадцатки широкополосников Ганнибал, если я не ошибаюсь, Альфард там 4, я даже не буду называть, как они и называются, потому что я ошибусь, 4 пары двадцаток. Это был 2016 или 2015 год. После этого тут были изготовлены 10 пар динамиков Альфард X6, А, Альфард Ганнибал X6, которые с карбоновым таким колпачком красивым, по факту, на самом деле, был довольно тихий фронт для 10 пар. То есть ты открываешь такой вау-эффект, а играло оно очень круто, они очень сочно играли, вот про что я сейчас пропагандирую во всех наших роликах, динамик должен играть круто. Но тогда казалось, что это тихо. И после этого уже автомобиль полностью перешел на компоненты Pride Car Audio, и обшивка здесь долгое время была исполнена под 12 пар динамиков Pride Violet. Знаешь, такие динамики? Нет, очень старые. Есть динамик 18ND 410 от 1Sound, и в то время, это там, наверное, был 2019 год, скорее всего, это был, было очень развито копирование этих динамиков. Kicks, Momo, кто там еще делал? Да я даже сейчас не вспомню, но очень много копий этих динамиков производило. У Pride был, это Pride Violet, наверное, максимально точное попадание в плане копии для этим саунда. И здесь их было 12 пар. Был очень громкий фронт на то время, очень хорошо он играл. Там было 4 пары рупаров T34, они очень тоже классно подыгрывали, но как будто бы для 12 пар фиолеток это было мало. Поэтому вот уже нынешняя регенерация, как раз таки пришли к этим дверным картам. Андреевич хотел сделать что-то необычное, и тогда мы еще думали как-то это все пошить интересно в кожу. Но после я нашел маляра, мы тогда делали мотоцикл, проект Harley Davidson, и мы познакомились с маляром, который для мотоцикла, знаешь, аэрографию рисует, всякую такую штуку. Я к нему пришел, говорю, у нас вот такой макет карт, мы хотим покрасить это, но интересно. И вот была уже идея вот с такой золотой пленкой. Пленку мы кусочек взяли, приехали к маляру, и он вот так вот покрасил дверные карты. Что касается сумм, если интересно, с автомобилем работал Андрей всегда сам, тут никаких денег ни за что, за инсталл не тратилось, ну, именно по фронту. Поэтому обшивки изготовлены были вручную лично им, то есть вот со всеми вот этими, ну, ты подснимешь, это очень красиво сделано. А маляр за покраску таких дверей в 2021 году, по-моему, это было, он взял порядка 60 тысяч рублей. Сейчас, насколько это будет стоить, я даже не представляю. Но уже более там трех лет эти дверные карты пинают, там лапают, и у нее ни база, ни лак не повредились, они до сих пор в таком красивом первоначальном виде. Вот, за двери, я думаю, можно поставить этой тачке жирный лайк. Что, оформление надо, да? Мы последний раз на каком этапе были? На Кубке Севера мы ездили? Месяц назад. Месяц назад. Вот он встал, видишь, он грязный, мы даже его не мыли. Вот мы его припарковали, он все это время стоял, мы сейчас выехали, снимем обзор, поставим обратно, и в следующий раз он выйдет в следующее воскресенье на Кубок Севера. То есть машина просто вот, ну, она, во-первых, этим и круто, то, что ты ее поставил, она тебя стоит, дождалась, и ты поехал дальше. То есть ее не надо подготавливать, она вот, как есть, вот мы сели и поехали. Мы вот, грубо говоря, приехали с соревнований, оставили ее, потом сели в нее, поехали дальше по делам. Никто ее тут не допиливает, ничего не делает. Что касается салона автомобиля, здесь, опять же, по-моему, в 2019 году было выполнено перешив потолка, полный аквапринт всех пластиковых деталей, то есть тут прям слюты детализации. И, в принципе, по салону сидения здесь заводские кожаные, ковролин родной, тут, ну, машина абсолютно стандартная, на ней очень удобно ездить. То есть я здесь вот сижу, я могу еще даже отодвинуться назад, если мне это надо. Вот, то есть тут места для автомобиля со стеной очень много. То есть, ну, многие, кто катается со стеной или сидел в проектах, понимают, что когда залазят в проект, там вот так вот. Ну, и как на таких машинах ездить, я не понимаю. Здесь в развалочку сидишь, ездишь, очень удобно. Салон кайф. Ну, единственная распорка, о ней сейчас чуть позже расскажу. Передо мной головное устройство, про него рассказывать, я думаю, много не стоит. Все знают, это Alpine 92-й, сейчас их уже до рынка нету. Очень крутое устройство, в этом проекте живет невероятное количество времени, тоже уже порядка пяти лет эта магнитола тут. Единственное, что пару лет назад Андреич вот захотел выносной регулятор, вот здесь вот АЗ-13, и вот как раз мы недавно его меняли, потому что у нас басуха была только на одном межблоке, и проблема была в регуляторе. Ну, мы регулятор заменили на новый, сейчас эта проблема ушла. А мы, короче, рассказывали же, мы будем рассказывать. Мы вообще пытались начать это видео еще недели-две назад, и рассказ пошел у нас с тобой от того, что в этой машине уже год, а может быть и два, когда установили вот этот регулятор, в какой момент он сломался, никто не знает, потому что то я, то Андреич катаюсь, и у нас басуха была только на одном межблоке. Алпань 92-й, поэтому басуха здесь, сабвуфер тоже в шишку. И заходим в баланс. Сейчас я погромче сделаю. Не бас, нету баса. И вот сейчас мы регуль поменяли, басухи стало больше. Я по просаду даже вижу, что больше. А в том ролике мы показали то, что хей-трик, который мы девчонкам запускаем обычно на площадке, мы делаем на два открытых окна. И на два открытых окна, когда здесь сидит девочка, мы там с горем пополам 155 держим вот на этом. Грубо говоря, этот же трек, та же громкость, вот 155. Сейчас мы датчик с собой не взяли, но на то и интереснее. Попрошу у вас, вот как вы думаете, именно на два открытых окна и две закрытых двери, какой здесь рез? Потому что сейчас, ну, понятное дело, прилетело, потому что у нас не один межблок, а теперь два межблока. То есть, типа, не один вольт летит сигнал, а там два вольта, а то и больше. Поэтому точно прилетела басуха, но вот сколько, мы не знаем. Если честно, не интересно. Пиковый результат на машине, вот на этой, с закрытым окном и открытой дверью, то есть это максимум, что можно было с нее вытащить, был что-то порядка там 160 или даже 160 ровно. Или я не помню, мы в ВК, это был 2021 год, а сейчас это 24, 3, 3 или 4 года вот этому именно оформлению, вот этим сабвуфером, что вообще ничего не трогалось уже 4 года. Офигеть, я сейчас сам только это понял. А мы в ВК писали, конкурс сделали, какой рез в машине. Я вот не помню, по-моему, либо мы специально ровно 160 набили, либо это пиковый рез был, потому что вот последний раз мы ее мерили в 2021 году. Вот так именно, на закрытое окно, на открытую дверь. На два открытых окна она должна валить, ну, понятное дело, по резу меньше. Вот так хотя бы ветер есть. Сейчас все комментарии будет, специально датчик не взяли, типа, как будто у вас его нету сейчас. Да? Да? Стой, смотри. Ты же до сих пор снимаешь? Да. Андрюха, братишка. Датчик не взяли специально. Андрей сейчас. Здорово. Ой, извини, у меня Bluetooth подключился. Алло, подождите. Все, теперь. Это Alpine 92, знаешь, тема, когда звонишь, он сразу подключается. А, ну... Это, а когда ты датчик привезешь? Я могу хоть сегодня его привезти. Это во сколько будет? Не, мне он не горит, я просто на видео отмазаться. Я тут видео записываю по Ford и говорю, то, что мы замеряли его до видео, его сейчас хотелось бы замерить, но у меня датчика нет. Даня говорит, по-любому в комментариях напишут, что, типа, специально не взяли. А мы не специально не взяли, ты у меня его взял и уехал. Что у нас, даже смотри, вольтметр вот этот, вот просто, да, 2024 год на дворе. Вот этот вольтметр в этом автомобиле установлен чуть ли не в 2016, наверное, 15 году Андреевичем. Притом, кстати, очень аккуратненько, да, кнопочка вот эта, эта вот подсветка. Но вольтметр, обычный китайский, за 100 рублей, работает здесь до сих пор. Никаких дополнительных приборов по аудиосистеме здесь нет. Раз показал питание, наверное, надо начать рассказывать про багажник. Это там очень долго сейчас будет. Ностальгия на стену из бруса. Был интересен тем, что вроде стена, а бюджет стены по цене гроба, но куда эффективнее. Да, в этом видео расскажу. Первое оформление в этом автомобиле, именно жестко валющее, это была стена, сделанная из бруса. В обиходе называлась банька, потому что, ну, просто сделана из доктора. Такой вот вид багажника у нас обусловлен тем, что в автомобиле сварена клетка. Кто не знает, клетка это корпус оформления. То есть, ну, у вас есть корпус сабвуфера в багажнике. И здесь этот корпус выполнен из профильного металла. Металл, по-моему, 2х4, если я не ошибаюсь, с стенкой 1,5 мм. Полностью сварен монокок под сабвуферы. И вот сабвуферы уже установлены в салоне. То место, которое в багажнике осталось, мы использовали под усилители. Изначально в этом автомобиле, так же, да, опять к истории, из-за чего начался магазин Баслайн. Сколько? 9 лет назад я себе поставил две двенашки, потом две пятнахи, потом еще что-то, потом еще что-то. По-моему, было две пятнахи Альфард, Аудиоэкстрим еще тогда. Кто помнит, там, прожмите лайк те времена. Аудиоэкстрим и АЕ 5.5. Потом перешло на АЕ 12К и сабвуферы Дэвбонс 18хи. Это уже было как раз то оформление, про которое я в комментариях читал из бруса. То есть, АК-банька. Сначала в этом автомобиле было просто две пятнахи, потом переделалось оформление по две восемнахи. Это был банпас шестого порядка. К вопросу, вот сейчас вы сидите на площадках у всех, слушаете, где вот очень много ветра. В большинстве случаев сейчас автомобили делают БП-6. Банпас шестого порядка, наверное, ты вставишь сюда картинку. Это у нас оформление, которое имеет два порта. В этом автомобиле выполнено оформление банпас четвертого порядка. То есть, у нас сабвуферы находятся в двух камерах. Одна камера, это у нас закрытый объем. Вторая камера, это фаза инвертов. Порт, ну, это вот то, что за мной дырка, вот эта, в которой вы сабвуферы видите, находится за водителем. И, исходя из этого оформления, вот сколько осталось места в багажнике, им и пользовались. Здесь установлено вот аж туда, вот, чтобы вы понимали, конец усилителя вот здесь. То есть, вот там, под крышей, находится Pride Apollo. Второй Pride Apollo находится вот здесь, и третий Pride Apollo находится вот здесь. То есть, тут на шесть сабвуферов, о которых чуть позже расскажу, установлено два Pride Apollo. Подключены они в пол-Ома. Работают стабильно, оформлению уже больше пяти лет. Никакой из усилителей вообще никак себя не подводил. Была иногда проблема с температурой, но вы сами понимаете, тут, когда крышка закрыта, тут какой кипятильник, вот от всех этих усилителей находится. А Apollo бедненький находится под всеми там, и никакого охлаждения, по факту, не имеют. Мы пытались поставить сюда вентиляторы, но тут в какой-то момент они все поломались. Да и, в принципе, и без них сейчас проблем с охлаждением нет. То ли не так жарко стало, то ли Apollo подумали, ну и бог с вами, будем так работать. Так что с три Apollo не так уж и много мощности, то есть номинал 15 киловатт трех усилителей. Сейчас это, казалось бы, наверное, в наше время слезы просто, когда на площадку приезжают все там с двумя-четырьмя квазарами. В автомобилях там 24-40 киловатт каждый. Но вот 15 килл для этой машины, как шоу-кару, вполне достаточно. Дальше, что касается усилителей на фронт. Изначально в этом автомобиле стояли усилители Pride FR 1,5х2. Две штуки по одному на каждую дверь. Потом это все переросло в то, что Андреевич сделал вот эти карты. То есть, когда с Violet'ок перешли на Solo Neo, решили добавить мощности. И добавить прям так, чтобы было с достатком. Поэтому на каждую дверь установлено по два усилителя Pride FR 4000. То есть номинал мощности, который могут усилители на одну дверь, это 8 киловатт. То есть, несложный математический счет. У нас 16 киловатт мощности на двери и 15 киловатт мощности на сабвуфер. Номинальный, условный, но вот в характеристиках усилителя это так. Понятное дело, что такой мощностью никто здесь ей не пользуется. Потому что она здесь, в принципе, ей не нужна. На пищалке, кстати, если будет интересно, там закопан. Ты его потом подснимешь, его видно. Pride FR 600 на 2. С ним у нас было пару проблем. Два раза мы его ремонтировали. Ну и, по-моему, оба раза это были только за двери, то еще какие-то проблемы. Но, в общем, вот этот старичок тоже 5 лет уже стоит в машине. И это вот единственный усилитель, который ремонтировался. Все остальное здесь вот как с коробки достали, так и не трогали. Ну и что, самое интересное, это, конечно же, вот эти синие баночки питания. Самое главное, самое главное, это показать питание. 12 секций лития титаната. Не помню, сороковки или сорок пятки уже. Но питания, в принципе, хватает. Сейчас Генчик еще махнем, будет вообще идеально. Так, про Аполлики рассказал. Три Аполлика, 4 ФР, ФР 600 на 2 на Твиттера. И, ну, в целом, все по багажнию. Питание, это у нас здесь литий титанат. По питанию в этой машине тоже довольно всем было интересно. Вот вся история автозвука, которая есть в Санкт-Петербурге, про питание, про разные появления аккумуляторов. Это все, этот автомобиль прошел. Изначально в этом автомобиле стояли АГМ-аккумуляторы, которые стоят там в телефонных вышках. Вот эти вот ЦСБ и там Дельта и прочее. Да, вот здесь стояли ЦСБ-125. Долгое время, когда здесь была банька, вот это оформление банпас шестого порядка из бруса. Они стояли вдоль кузова по бокам. Машина валялась в полах, потому что аккумуляторы были супертяжелые. После, когда оформление было переделано на банпас четвертого порядка, здесь стоял литий-железо-фосфат, 770 ампер. И питания было вполне достаточно на три усилителя Pride Apollo. Ну вот уже когда была последняя регенерация в 2021 году, когда мы полностью пересобирали этот автомобиль, мы сюда собрали секцию титаната. А титаната здесь без малого. Вот я, знаешь, так вот долго говорил, пытался в голове все это время посчитать. Я просто забыл, сколько здесь секций. Давай посчитаем. У нас вот там сверху одна банка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть шесть банок в высоту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Двенадцать секций титаната в этом автомобиле. Прям вот сейчас посчитал, потому что не помню. Банки у нас 45 ампер часов с большим сопротивлением. Покупали мы их как раз вот в рассвет коронавируса. Были жесткие проблемы. И вот паника на тему того, что все, в Китае закрыт, ничего не будет, титаната нет. А фосфат нам уже как бы недостаточно для этой системы. И вот как-то где-то мы там помню урвали в коробках вот 45-й титанат с сопротивлением банок там 0,3, 0,35, 0,4 каких-то. Урвали очень много. И из них собрали вот себе 12 секций. Еще куча банок валяется в боксе у нас там про запас. И пару лет назад я увидел, что на какой-то банке сработал по-моему клапан. То есть тут желательно секцию бы достать уже и обслужить ее. Потому что опять же 5 лет титанат никто не обслуживал. У нас здесь есть проводка под балансир. Балансир валяется в бардачке. Но честно вам скажу, ни разу никто сюда балансир не подключал. 5 лет эта секция лежит. Никаких проблем она не приносит. Вот даже с вытекшей какой-то одной или двумя уже банками, которые вышли из строя, все работает нормально. В этом автомобиле, если валить на площадке ЭМО, за что я ее обожаю, 15 минут валим, час ждем. Это вот регламент ЭМО. Обожаю эти соревнования за это. И вот 15 минут все на всю. Машина держит без проблем, просада нет. Если мы приезжаем на Кубок Севера или еще на какие-то соревнования, где валить можно бесконечно, чтобы высадить эту машину до 12,9-12,8, необходимо повалить примерно час-полтора. То есть, опять же, 3 Аполло в 0,5. Для того, чтобы их час питать все на всю, 12 секций вот так за глаза. В будущем, наверное, здесь будет улучшаться все это дело, но с питанием может быть тоже поработано. То есть, вы понимаете, 5 лет все лежит здесь, и никаких проблем с питанием и с усилительной частью в автомобиле нет. Знаешь эту башню? Кукурузина, Газпромовскую. Вот там примерно такие же стекла, мне кажется, наверху. Что касается оформления. Как я сказал уже раньше, это бандпас четвертого порядка, но вот с такой вот фишкой. Я прям смотрю в зеркало сам на себя, потому что здесь стоит стекло. Оно тонированное. Ночью, когда работает подсветка, тут как будто бы стенки нагрузочные нет. На самом деле, эта идея была, по-моему, Пашина. Да, Паша в магазине. А все это пошло в Питере. Раньше был проект такой, пирожок у Майкла. Это была семерка-каблук. И у него он оформление сделал по 2 восьмнахи, выкрасил его в белое. То есть, у него такое же оформление было, но вот 2 восьмнахи стояло. Выкрасил в белый цвет и не поставил на нагрузочную стенку и сфоткал, как из лобового стекла просто два сабвуфера за стенкой таких красивых видно. И мы тогда и подумали, что, блин, было бы интересно, чтобы ты вот смотрел в лобовое стекло и видел сабвуферы, то есть, ну, вот без всех вот этих нагрузочных стенок. То есть, смысл оформления бонпаса четвертого порядка, чтобы у него был порт, который находится за водителем. Соответственно, здесь должна быть стена, и была здесь стена из фанеры. Она здесь была долгое время, там, пару лет точно. На ней было еще так выгреблено баслайн. Тебе придется, да, где-то поискать это все. И вот тогда пришла идея поставить стекло. Андреич говорит, да нет, как-то странно. В итоге мы очень долго, Дима у нас делал рамку для того, чтобы снять замер. Потом мы эту рамку, я во все стекольные компании отправлял запрос, меня все посылали. И вот одна компания, по-моему, где-то это в Москве, выполнили заказ, и мы его сюда установили. Для тех, кому интересно, как крепится вот эта нагрузочная стенка, все очень просто. Там профиль, который на болты прикручен к оформлению, и стекло приклеено на обычный стекольный герметик. И оно здесь держит уже, опять же, долгое количество времени. В принципе, я думаю, тоже одна из фишек этого автомобиля к дверным картам, это нагрузочная стенка из стекла. Проектов таких я не встречал, и вот сколько времени мы ездим, то есть на площадках я такого не видел. Да, есть у кого-то там бойницы такие маленькие, стекла, чтобы посмотреть, но чтобы вот так целиком стекло, как на вашем телефоне, такого нигде нет. Ну вот, мы уже катаем какое время, проблем нет, все, кайф. Что касается сабвуферного звена, здесь установлены Pride T15 с сопротивлением катушек 0,7, а нет, полтора. То есть два саба с катушками по полтора скоммутированы, каждый саб в 0,7 и между собой в 0,3. Я даже, кстати, вас обманул, получается, когда вы про усилители рассказывали, усилители здесь работают в 0,3 Ома. Это уже капитально серьезная нагрузка, и опять я вспомнил, насколько надежно получаются эти усилители. Что касается результата, я проговаривал это, на всех случаях скажу честно, никто сюда датчик не мерил, потому что сейчас этот автомобиль, будем честны, не актуален на площадке по замерам. Оформление это было сделано в 2019 году, и на протяжении 2019 года усилительная часть оформления и сабвуферы не менялись. То есть даже нагрузочная стенка, про которую я рассказывал вам, мы ее заменили, но параметры ее остались те же. С оформлением здесь никто сильно не работал. Это оформление было собрано и катается до сегодняшнего дня уже 5 лет. И проблем... Это видео можно назвать уже 5 лет. Сколько раз я это сказал? Отмотай и счетчик включи 5 лет, пожалуйста. Но правда. Назовите, пожалуйста, мне проекты, которые в России живут, и в одних руках в одной компании находятся на протяжении такого количества времени. Продолжение следует... 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 Прямо 100 метров от магазина. Здесь люди с кайфом играют. Волейбольчик можно им музыки навалить. Просто включили на прослушку, собрались люди, говорят, включи послушать. Машина выполняет свою функцию. Это шоу-кар. И больше от нее ничего не требуется. Ну, а все, что вы хотели узнать, я надеюсь, вам рассказал. Но опять же, в комментариях, если вы напишите, мы в следующем ролике обязательно все это учтем и расскажем. Ну, всем спасибо, кто смотрел. С вами был самый громкий канал Баслайн. Так можно же сказать? Да, в Питере. Самый громкий канал... А, нет, там еще ростик есть. Ну, ладно, ладно. Ладно, мы еще ростика догоним. С вами был самый громкий канал в Санкт-Петербурге по автозвуку. Вот так. Ты просто этот... Скромный. С вами были основатели громкого автозвука в Санкт-Петербурге. Вот так вот и заканчиваешь. Всем до новых видео и пока. Субтитры сделал DimaTorzok